Комментарь Беляганши, колобальница Мира Афанасьев, интервьюровал у Аркадия Мамонтова, ягодского телевидения и телевидения 24 часа, здесь есть слава, эстонская. Т2, телевидение 2. Это надо каждый год видеть. Тем не менее, все равно такие опровержения пошли. Какие? Никаких не должно быть опровержений. Все люди с ума сходят эти опровержения. Никакие не должны быть опровержений. Нет семьи, чтобы где-нибудь без вести пропавших. 4,5 миллиона людей пропали без вести. Как их можно объявить, что без вести пропавших в стране? В связи с победой и тема нашего вечера – награды. Слово представляется профессору историку Александру Александровичу Черевину. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые завсердай-дай центра. Очень приятно, что вас интересует история. И что хотел бы сразу я сказать. Вот библиотека как всегда подготовилась. Вот посмотрите на стенд «Семьдесят лет победы». У нас там как раз представлены награды Советского Союза. А здесь вот на столе лежат как раз фотографии Российской империи. И вот я бы начал бы, знаете, именно с чего? Именно с Российской империи. Вот здесь вот есть у нас высший орден Российской империи, орден Андрея Первозванного. Вот посмотрите, сколько их было образцов. Это все Андрей Первозванный у нас. Вот, значит, видите, сколько их давали при рождении любому, кто родился в императорской семье. Вот, хотя это был высший орден Российской империи. И вот обратите внимание, что все они разные. Допустим, вот этот вот Салмаз, но это уже давали, конечно, не великому князю при его, значит, рождении, а давали уже или за выслугу, что тоже было своеобразно. 25 лет отслужил на Российскую империю, получаешь орден Андрея Первозванного, если, допустим, у тебя второй или первый ранг. Ну, если на нас что перевести, это, значит, был уровень тайного советника. И, значит, как генерал-полковник, значит, проходил человек и получал, получается, награду только из-за того, что он был близок к власти. И вот все эти вот награды в Российской империи, они делались не в государственных монетных дворах, а они делались в ювелирных мастерских. Поэтому, допустим, систематизировать награды Российской империи просто невозможно. Я вот смотрел коллекцию Государственного исторического музея, и только, допустим, один орден у нас, допустим, Анны, вот, он имел столько модификаций, там, и с крестами, и с короной, и размеры разные, и он был накладной на оружие различное, что даже по одному этому ордену надо практически писать огромную монографию, которая будет таким вот фолиантом огромной. Вот, поэтому вот, когда была создана в Советском Союзе наградная система, она не была такая, так сказать, разобщенная, потому что, получается, награды давали определенным классам, за определенные, значит, как бы заслуги не особо-то и давали, и была очередность наград. Допустим, человек просто ходит на службу, ему дают четвертую, третью, вторую, первую степень, лет третью, вторую, первую. И только орден Георгия, но тоже получилось за одно время так, что тот, кто служил 20 лет в армии, также получал потом Георгия четвертой, третьей степени. Тоже как бы получилось, что такая заслуженная награда тоже стала даваться только из-за того, что человек ходит на государственную службу. Но вот в Советском Союзе это было как раз иначе, и поэтому вот мы сегодня с вами, в честь тем более такого праздника, 70 лет победы, сегодня вот я презентую вам книгу «Награда СССР за военные заслуги». Это одновременно является исправочником популяристики и истории Советского Союза через наградную систему. Что интересно, до сих пор очень много наград, которые были ведомственные, допустим, или делались к определенным каким-то стратегическим операциям, не имеют статус государственных наград. Может быть, кто-то слышал, допустим, о боях на Хасане, и участникам этих боевых действий выдавали знак за Хасан, но он не попал в наградную систему. И вот эти нюансы, они, конечно, тоже не красят наградную систему, потому что когда делали тот же знак Хасан, еще у нас и наград особых не было, уровней медалей. И вот мы с вами начинаем с первого ордена, который был в СССР. Это орден Красное Знамя. Такое он носил название. Вот обратите внимание сразу на луч звезды. Вот здесь вот это уже будет другой вариант. Тут они все варианты, какие только были. Луч звезды направлен вниз. А не как мы с вами привыкли, как на звездах Кремля и прочее. С чем это связано? Значит, основателем наградной системы Российской Федерации был у нас Троцкий. Он был, значит, атеист-сионист. И вот у атеистов-сионистов знак Марса, бога войны, располагался именно таким образом. Вот именно звезда, луч вниз. Что самое интересное, потом, когда наградную систему стали переделывать, орден назвали Боевое Красное Знамя, потому что появился в 1928 году орден Трудового Красного Знамени. Но он как был, так и остался. И до 1943 года это был высший военный орден в Советском Союзе. Выдавали еще во всех республиках национальных тоже свои ордена. И трудовые, и боевые. Многие носили название Красной Знамя, и Красной Звезды. Но потом, когда уже была систематизирована наградная система, к 1933 году ни у кого на руках практически не осталось наград. И именно Азербайджана, допустим, или Грузии, или Армении, или Хивы. Все они были изменены. В 1943 году орден Боевое Красное Знамя и многие другие награды получил вот такую пятиугольную колодочку. И перевесили его немножко пониже, а до этого он крепился у нас с помощью как раз гайки на грудь. Что хотел бы еще заметить. В 1944 году многие у нас фронтовики стали приезжать в отпуска. Стали тем, кто имел какие-то ранения, или те, кто получил какую-то хорошую награду, возвращаться в свои пенаты или приезжать в Москву. И уже у многих военачальников, которые на самом деле воевали, наград было предостаточно. И вот партийные функционеры, которые работали в ЦК ВКПБ, работали первыми секретарями обкомов партии, горкомов, директора оборонных заводов, таких наград и в таком количестве не имели. И вот в Полюбилово было решено в 1944 году о том, чтобы платить немножко уже повыше за награды. Потому что за награды, как только они появились, платили хорошие деньги. В общем, для справки, вот красноармеец у нас в 1941 году получал 50 рублей ежемесячно. За орден Ленина платили 70 рублей. Понимаете, можно было набрать иконостас, и, пожалуйста, заработная плата беспредельная. И поэтому в 1944 году вот этот орден «Боевое красное знамя» стали выдавать за выслугу лет. Но не только его. Почти все первые награды, которые были сделаны в Советском Союзе, все стали выдаваться за выслугу лет. За 10, 15, 20 лет. И получилось так, что когда в 1945 году наши ветераны, скажем так, вернулись домой, а их друзья, которые ни разу не были на полях сражений, все оказались с тремя, пятью, десятью медалями и орденами. Понимаете, это, конечно, уже получилось не очень-то... Абсурд. Абсурд, совершенно правильно. Значит, вы знаете, один проливает кровь, вот, а другой, значит, просто выполняет функции, какие он и выполнял и до войны. Просто работает секретарем, там, допустим, горкома партии, где-нибудь в Челябинске. Но наград, допустим, у этого первого секретаря Челябинского горкома партии было больше, чем у командующего даже армии. Вот, потому что, значит, получилось так, что партийных функционеров все-таки о себе побеспокоились. Значит, следующий орден, который у нас появился, это был орден Ленина. И вот первый как раз вариант его был сделан из серебра и с изображением здесь трактора. Ну, их было выдано всего 700 экземпляров, и тоже, когда сделали уже новый вариант, этот орден заставили сдать. И его, значит, этот орден сдали и получили взамен уже золотой орден. Потом золотой орден сдали, получили золотой уже с платиновым барельефом. Вот здесь стоит на чем остановиться. Так же, как и первые кавалеры ордена боевого красного знамени, первые кавалеры ордена Ленина были практически все репрессированы. Вот, ну, уже здесь, после того, как не стало Троцкого, значит, с 29-го года, наградной системы, как таковой, еще не было, она появилась только у нас в 30-м году, вот, значит, стал уже заниматься у нас Янукидзе, секретарь ЦИК. И вот как раз Янукидзе тоже не забыл себе, тоже, значит, прикрепить орден Ленина. Вот, ну, что самое интересное, через несколько лет его самого репрессировали. Ну, вот, потом появился уже вот орден в 40-м году вот такой. Вот, значит, здесь я в книге как раз пишу все, значит, весовые характеристики, сколько было тиражей. Вот, ну, и тоже этот орден потом стали давать за 20 лет в выстрюге. Ну, это, конечно, тоже девальвировал этот орден. Значит, следующий орден, который у нас появился, это орден Красной Звезды. Значит, вот в 1930-м году появился этот орден. Первый кавалер его маршал Блюхер, вот, и вот здесь как раз, значит, первый и второй вариант. Я принес этот орден, значит, сюда, но это орден, который давали уже в 47-м году. Если первый вариант был немножко тоненький, этот уже немножко потолще. Да, на чем я хотел бы здесь остановиться? Значит, в 1941-м году Абер изготовил 15 тысяч орденов Красная Звезда. Но на первом варианте Красной Звезды, значит, сам Красноармеец у нас стоял в стойке, которая была принята тогда в Красной Армии, он стоял лицом. Вот, а когда уже сделали новый вариант, он уже стоял согнутой ногой, но уже в профиль. И вот, значит, в Германии сделали, значит, красноармейца в сапогах, а у нас на ордене он стоит в ботинках и в обмотках. И вот пока у нас еще СМЕРШа не было, значит, вот эти вот немецкие диверсанты очень хорошо работали. Но в 1943-м году появился СМЕРШ, и у нас уже стала хорошо работать и милиция, и все получили указания. Подходит к вам офицер или красноармеец, смотрите на орден Красную Звезду. Приезжает кто-то, допустим, в Москву, его встречает милицейский патруль или военный патруль, сразу на орден. Ну вот, здравствуйте, немецкий шпион, вы приплыли. Как, у меня документы все нет, пожалуйста, пройдите с нами, потому что у него орден в сапогах. Вот таким образом, значит, получается, что не всегда есть и специалисты даже в Абвере, чтобы правильно сделать награду. Вот, как бы, такой мелочью, но потом очень славно 15 тысяч диверсантов, которых готовили в школу Абвера, были арестованы только за счет того, что у них был вот этот орден. Значит, этот орден также у нас был, как, значит, выслуга лет, и это, конечно, было очень неприятно. Вот, и потом, во время Великой Отечественной войны, право награждать этим орденом получили даже командиры дивизии. Поэтому, вы знаете, стали его давать и друзьям, и, значит, женам, которые у некоторых командиров дивизии были. Поэтому, вы знаете, ходило даже такое выражение, что Машке там дали красную звезду, а Ивану за атаку. Только, в общем, да, да, да. Поэтому, вы знаете, опять девальвировано. Значит, следующая награда, которая у нас появилась в Советском Союзе, это, значит, юбилейная медаль 20 лет РККА. Конечно, судьба у кавалеров этой звезды, ну, наверное, 95% была печальна. Это были участники гражданской войны. И вот практически все они были репрессированы. Значит, вот такую уже медаль, которую в 43-м году получил уже Сталин. Потому что он был участником войны, но получилось так, что ее не получил в 38-м году. И вот ему в 43-м году как раз выдали последний номер этой медали. Значит, в 38-м году у нас появилась и первая как раз и медаль. Медаль называлась «За два года». Это у нас до сих пор, ну, и как бы до 91-го года была высшая медаль в Советском Союзе. Значит, вот это вот вариант 38-го года, это вариант 43-го года. Вы знаете, до войны получить эту медаль, это было проблематично. И если человек шел вот с этой медалью, там, в 39-м, в 40-м, 41-м году, а вот все с уважением смотрели на этого героя. Он был именно почитаемым, говорит, о, смотрите, у него медаль за отвагу, какой это герой. Вот, в это же время вышла медаль и за боевые заслуги. Ну, она была как раз статусом ниже. Что интересно, значит, она тоже была до войны очень редкая. И так же, как и за отвагу, за медаль за боевые заслуги платили, значит, добавки. Сделаны обе медали у нас из серебра. Вот, значит, потом у нас вышла для героев Советского Союза медаль «Золотая звезда». Что здесь хочется бы упомянуть? В 34-м году появилось звание Героя Советского Союза. Это были у нас челюсткинцы, это те, кто спасал, точнее, летчики, челюсткинскую эпопею. Вот, и до 39-го года награды как таковой не было. У них была только грамота о том, что они имеют звание Героя Советского Союза. И вот в 39-м году появилась как раз вот эта медаль, называется она «Золотая звезда». И вот те вот герои, Липедеевский, Водопьянов, они как раз и получили свои награды заслуженные. Но тут стоит сделать один нюанс. На первых десяти наградах было написано «Герой СС». Это 39-й год. Советского СССР. Да, СССР. Значит, хорошо, несколько человек, когда подписывал уже в это время, в 39-м году, награды уже Сталин. Вот, и было Политбюро, и вот, значит, вы знаете, Молотов, который только что подписал пакт Молотова-Риббентропа, и уже побывавшие до этого в Германии, говорят, а у них там охранные эти, команды так называют, СС. Водируем. Да, как же так? Он в шоком состоянии. Это хорошо, что Молотов был в Германии. Он говорит, я что-то не пойму, это мы можем попасть в такой просаг. Говорит, точно, надо срочно добавлять. И Сталин пишет на положение СР еще добавляет. И у нас так получилось, Герой СССР. Представляете, мы бы выдавали такую награду, Великую Отечественную войну, Герою СС. Охранным войскам нацистской Германии. Значит, что еще хотел сказать. Как первые герои Советского Союза, дважды герои и трижды герои, все были у нас летчики. Ну, в основном получали за боевые действия на Холкинголе и в Испании. Но тут был один такой нюанс. Героев-то у нас было много, Советского Союза летчиков. Но жизнь у них у многих была короткая. Вот я стал смотреть, с чем же это было связано. В основном все наши герои, и даже дважды герои Советского Союза, гибли от своих же летчиков. Вот мы с вами знаем актрису Серову. Популярная была актриса в 30-е годы. У нее муж Камбрик Серов, Герой Советского Союза. Он взлетает с аэродрома, а Осипенко, которая вторая женщина Герой Советского Союза, которая летала с Грязодубовым на Дальний Восток, она его сбивает. Получается, летать научились, а взлет-посадка никто особо не научился. И вот дважды герои Советского Союза, Кравченко, который был первым, он тоже погиб из-за того, что его сбили же на посадке свои же летчики. Понимаете? Вот это, конечно, было неприятно, потому что хотели летать все, это было престижно. И дети, значит, в политбюро также шли в авиацию. И вот из-за того, что многие были не обучены, примерно около 25 героев Советского Союза у нас погибли только из-за того, что их сбили свои же товарищи. Вот это как бы некрасивый нюанс. Вот здесь вот я помещаю фотографию Гулаева. Как вы думаете, какая у него национальность? А? Татарин. Совершенно правильно. И мы бы с вами знали бы первого трижды героя Советского Союза Татарина. Значит, за один год Гулаев сбил 57 самолетов. Никто так славно в Советской Армии не воевал. Значит, Покрышкин к этому времени сбил на 10 самолетов меньше, Кожедуб тоже, и Покрышкин уже с 41-го года сбивал. Вот, Кожедуб тоже на полтора года раньше стал сбивать Гулаева. Но мы знаем Гулаева только как дважды героя Советского Союза. Вот в чем причина? А причина только одна. Значит, приехал Гулаев вместе с другими будущими дважды героями Советского Союза. Они получили газету «Известия» и газету «Правда», где был написан указ о присвоении майору Гулаеву звания трижды уже героя Советского Союза. А другим дважды они пошли в ресторан отмечать. И вот здесь, ну, отметили бы, пошли бы спать. Ну, дело было в гостинице «Москва». Знаете, но ребята, значит, стали себя вести недостойно, вызвали милицию. Они с фронта избили милицию. Дело дошло до Беррии. Беррия пошел к Сталингу так и так. Почему это летчики избивают моих милиционеров? Когда это прекратится? Вот. И тут же указ аннулируется. Но уже идет, значит, разговор о том, что у нас сейчас появится трижды Герой Советского Союза. И вот здесь как раз вместо 10 августа, 19 августа, у нас дают трижды Героя Покрышкину, который сбил на 9 самолетов меньше, чем Гулаев. Гулаев больше не летал никогда. Он стал преподавать в летной школе. Представляете, ну, один раз человек выпил, да, ошибся, и мы не знаем такого славного летчика. О нем нигде не упоминается. Конечно, закрыто. Мы знаем, есть Покрышкин, есть Кожедуб, а вы хотя бы назовите, у кого второй результат по сбитым самолетам. Молчание. Вы назовите дважды Героя Гулаева. Молчание, понимаете? Вот это, конечно, не очень-то достойно. Надо всегда показывать героев. Ну, он же дважды герой. Он же был лучший ас у нас на 43-й год. Вот как раз здесь я об этом пишу, чтобы знали такие герои. Большое спасибо вам. Нет, ну, потому что, понимаете, героев мы должны показывать, как бы их не затушевывали. Значит, следующий у нас орден, это был орден Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Вот здесь стоит остановиться на нем особо. Вот в этих вот книгах я привожу наградные листы, потому что это является историческим документом. И вот, допустим, пишет командир батальона представление на орден Ленина какого-то красноармейца. Но, допустим, этот командир батальона не умеет правильно составить наградную лист, потому что впервые в жизни он этим занимается. И, получается, он представляет на орден Ленина, идет наверх представление, и наверху пишут медаль за боевые заслуги. Получается, от ордена Ленина остались боевые заслуги. Или, допустим, представление идет командира полка на капитана, который командовал батальоном, но командир полка уже умел составлять до этого на финской наградные листы, и этот капитан спокойно получает орден Ленина. Понимаете, получается, что из-за того, кто составлял наградной лист, комбат или комполка, или комдивизия, получит человек эту награду или нет? И вот когда появился в 1942 году, представляете, 1942 год, май, контрнаступление под Харьковом, когда у нас полтора фронта попало в окружение. И вот первыми этот орден получают артиллеристы. И вот как раз капитан Крикли должен был получить на грудь этот орден, но он погиб. И что еще хорошо с этим орденом, было решение. Орден вот этот боевой, он сделан из золота и серебра, передается в семью погибшего. Представляете, какая память в семье. Люди знают, как воевал их отец, брат, сын. И уже как-то приятнее, что погиб, да вот есть о нем память, вот это такая награда. И вот, значит, в этом как раз ордене было прописано. Значит, артиллерист знает, подбил он один танк, ему этот орден. Летчик знает, сбил он самолет, ему этот орден. Разбомбил эшелон, тоже орден. Он уже мог приехать, допустим, тот же, значит, летчик, сказать, вот, пожалуйста. Уже требует награду, потому что он выполнил те условия, которые были здесь в статусе этого ордена показано. Ну, значит, орден был тоже очень славный, потому что каждый уже знал, за что его дали. Но, вот я тут как раз разобрал его, показать, из чего он состоит. Вот эта вот золотая пластина, 13 грамм чистого, ну, не чистого, но золотая. Здесь вот остальное серебряное, и серп и молот накладные тоже золотые. Приходит у нас 1985 год. Вот, значит, и тут происходит очень интересная ситуация. Решают вместо, значит, этого боевого ордена выдать всем участникам войны вот такого вот плана ордена Отечественной войны. Он уже сделан не из серебра, вот он из обычного металла. Вот, значит, и выдали их, ну, если считать первую и вторую степень, 7 миллионов орденов. Ветераны, которые имели вот эти боевые ордены, говорят, а зачем нам этот значок? Я вот знаю несколько человек, которые не пошли его получать. Говорят, у меня, говорит, есть боевой, у меня есть такие награды. Я его брать не буду. Но, с другой стороны, ведь очень много людей, которые в 1945 году ничего не получили, но они были участники войны. И вот для них, вы знаете, это была награда, потому что на самом деле, ну, получилось так, что человек там, допустим, года уже, ну, всего или полтора прослужил. Ну, не успел он получить много наград, но он уже мог тоже надеть на свою грудь орден. Получается, вот для тех, кто у нас служил очень долго, и, значит, для него это, конечно, было, как бы, не очень-то приятно. А те, кто у нас были призваны уже в последние годы войны, конечно, он уже осознавал, что у него также есть орден, потому что он пришел с войны. У него, может, там была всего одна медаль за победу на Германии. И, может быть, повезло, какой-то он еще взял город. Поэтому здесь надо тоже подходить. Вы знаете, Дбаяка, для кого это был орден, а для кого это был как значок. Ну, не все же были у нас такие славные, что у него была вся грудь, скажем, награды. Значит, у нас, как вы знаете, было, значит, государство рабочих и крестьян. Было равноправие между всеми классами. Но в 1942 году у нас, получается, идет не равноправие уже, а разделение на классы, своеобразные. Значит, все генералы получают полководческие ордена, а солдаты ничего не получают. И вот, значит, в 1942 году, значит, были сделаны полководческие ордена, орден Суворова, значит, тут он сам сделан из платины. Значит, вторая степень из золота, и третья, значит, степень, она была сделана из серебра. Значит, орден, первая степень мог получить только командующий фронт. И за этот орден платили 700 рублей. Представляете, красноармеец, 50 рублей, тут получает командующий фронтом орден, значит, Суворова первой степени, 700 рублей. Значит, вы помните депортацию народов 1944 года. Значит, маршал Советского Союза Берия за депортацию народов получил орден Суворова первой степени. Вот как здесь считать? Депортация, да, это боевая операция, если вы арестовываете мирных жителей вместе с грудными детьми, и сажаете их в вагоны, совершенно правильно, разве можно давать такой орден? Крымской катаре. Ну, из всех практически, да. А мы-ка и немцы по Волжье. Да, немцы по Волжье. Да, очень много, да, 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 понимаете? Ну, хотя бы не дали бы орден Суворова первой степени. Вообще бедно. Да, да, понимаете, опять получается, что когда грудных детей сажают в эти теплушки, за это давать орден? За что? Нищевые. Совершенно правильно. Значит, потом сделали орден Кутузова, значит, первой, второй, третьей степени. Здесь его давали уже командующим армией, корпусами, дивизии, полками. Вот, ну, тоже первая степень из серебра и золота. Вот, и, значит, получается, что самый низший, кто может получить вот этот орден Кутузова, это у нас командир полка. Значит, потом сделали орден у нас Александра Невского. Ну, вот здесь хоть как-то более-менее орден Александра Невского стали давать уже от командира дивизии до, даже мог получить и командир взвода. Но это очень редко. В основном давали командирам полка, командирам батальона вот этот орден Александра Невского. На чем хотелось бы здесь еще остановиться? Если, допустим, орден Суворова и орден Кутузова, там на самом деле у нас расположены действующие лица, как они есть, то на ордене Александра Невского у нас актер Черкасов. Ну зачем актера Черкасова помещать сюда? Дальше, значит, вот в 1942 году самый популярный фильм был Александр Невский. Но что самое интересное, когда ввели эти полководческие ордена в 1942 году, разделение было какое? Суворов это высший генералитет, Кутузов немного пониже, а Невского давали полковнику, подполковнику, да лейтенанта давали. О чем это говорит? О том, что все-таки, когда делали эти ордена, подписывал опять указы на них, делал пометки, как лучше сделать, опять Сталин с Хрулевым, это был зам командующего, зам верховного по тылу. Вот, значит, учли, что на самом деле те действия, которые совершал Невский, они не могут называться полководческими. Я вам скажу так, в Невской битве, значит, со стороны Александра Невского погибло всего 6 человек. Это обычный мордобой. В Ледовом побоище, значит, количество потерь было 15 человек, но там был еще Андрей, его родной брат. Конечно, здесь правильно сделали, что уровень батальонов, а вот Суворов и Кутузов, те командовали армией. И на самом деле уровень высший, хоть здесь вот не сделали орден Александра Невского высшей наградой, вот, как было, допустим, в той же Российской империи, вот, его выдавали в основном генералам ордена Александра Невского. И вот, значит, в 42-м году же появилась еще медаль за оборону Ленинграда. Вот здесь я хочу остановиться на ней немножко подробнее, на этой медали. Значит, у нас Монетный двор был в Ленинграде до 41-го года, потом эвакуировали в Молотовск и делали еще награды еще в городе Москве. Значит, часть потом, значит, этих наград сделали и опять на Ленинградском Монетном дворе. Но здесь есть такая непонятная ситуация для меня во многом. Я очень долго занимаюсь блокадой Ленинграда и не могу понять один момент. Значит, в октябре 41-го года южная часть Ленинградской области практически была без оккупантов. На севере были только финские войска. Австрийские, немецкие, словацкие войска были переброшены в район Калинина, в район Пскова, в район Новгорода. Значит, от линии Советско-Германского фронта было всего лишь 100 километров до Ленинграда. Почему с октября 41-го года до 44-го года не предпринимали никаких действий, мне этого-то непонятно. Можно было одним корпусом спокойно разрушить эту блокаду Ленинграда, ее бы никогда и не было. Вот здесь вот я задаю вопрос, почему этого не было совершено? Вот, допустим, в том же в августе, допустим, 41-го года нашли войска, чтобы оккупировать северную часть Иран. Нашли. Значит, в 42-м году нашли, значит, две армии, чтобы поставить на никому не нужную советско-турецкую границу. Понимаете, получается, Турцию держат, которая в полном нейтралитете помогает Советскому Союзу, держат проливы Босфорда-Доналлы, ни один немецкий и итальянский корабль не заходит в Черное море, там держат у нас три армии. Значит, на северном Иране стоит у нас полторы армии, вот, на Дальнем Востоке у нас тоже находятся войска, а тут Ленинград под Богом, не могут найти даже корпус. Вот здесь я как раз задаю вопрос, почему это было, и почему, значит, никто не предпринял никаких действий. Следующая медаль за оборону Одессы. Вот, вы знаете, когда читаешь иногда мемуары, а у нас мемуары все писались в Главном политическом управлении, группой референтов, вот, и придумали такое название, немецко-фашистские оккупанты. Вот, я стал искать, сколько же немецких, да еще фашистских оккупантов побывало в Одессе. Фашистов там не было, потому что фашисты это, значит, итальянцы, португальцы и испанцы. Вот, значит, а немцы это нацисты, национально-сатистическая рабочая партия. В Одессе были только одни румыны, там даже венгров не было, которые наступали на этом южном направлении. Как же можно писать, немецко-фашистские захватчики оккупировали Одессу? Ее они бы никогда, румыния бы не оккупировали, потому что румыны особо и не воевали. И население не хотело сдавать Одессу. Но вышел указ Ставки оставить Одессу, и весь флот ушел в Севастополь. Таким образом, по приказу Ставки и была сдана Одесса. Если бы ее не сдали в 1941 году, она так до 1944 года была бы советской. Ну и никаких там, конечно, немцев и прочих никого не было. Следующая медаль, тоже в 1942 году вышла, это медаль за оборону Севастополя. Здесь тоже очень много трагедий. Но опять же, в Севастополь брали итальянские, венгерские и румынские войска. И когда командование флота убегало с мыса Херсонес, там даже была перестрелка с матросами, матросы их не упускали. Но когда командование флота и армии сбежало полностью, через 4 дня, ну, не знает матрос, не знает солдат, как даже пройти, допустим, на другой участок обороны. Вот, что самое интересное, они даже не знали, где находятся какие склады с боеприпасами. В общем, убежали все интенданты, убежали все теловики. Человек остался 4 дня, они голодали, 4 дня они практически не знали уже, где брать боеприпасы. И, конечно, румынские войска их, значит, захватили. Здесь трагедия какая, значит, 15% только из взятых в плен остались в живых, остальных убили румынские войска. Почему вот об этом не говорится, но это понятно, потому что когда, значит, был создан Варшавский договор, я как раз книги вот в этой вот очень много как раз беру из мемуаров Конева, как он пишет, как в марте 44-го года они взяли в плен румынских солдат и отпустили их домой. Я поднимаю архивы ФСБ, посмотрите, а куда же на самом деле делись вот эти румынские солдаты, которые взяли в марте 44-го года. Оказалось, они поехали все на приездки на Колыму под конвоем, и ни один там не выжил. Зачем врать? Ну, я понимаю, Конев был командующим Варшавским договором, но вы хотя бы это не пишите, такое галиматью, потому что это может быть проверено. В общем, получается очень много таких вот нюансов, которые не очень-то как бы красят. Но медаль заслуженная, вот ее надо было как раз выдавать матросам, но опять же почему-то получили те, кто сбежал в Пермь, как раз и получил адмирал Октябрьский эту медаль. Значит, следующая медаль за оборону Сталинграда. Значит, ну вот я вот в этих двух книгах пишу, одна вот у меня завершается тем, что начинается Сталинградская битва, а другая как раз ее продолжение. Мы бы не знали бы с вами Сталинграда, если бы не такая интересная ситуация. Основной удар, значит, и по плану Барбароса, вот, и, значит, так, планировался на Кавказ, до Баку. Но в июле 42-го года Абвер докладывает Гитлеру о том, что по Волге идет 90% рендлинза, потому что северные конвои разбиты, Аляска далеко, одна только железная дорога с Дальнего Востока, а тут, значит, южная часть Персии занята британскими войсками, спокойно в Персидский залив заходят американские сухогрузы и везут они по Каспию и потом по Волге. И вот Абвер говорит, что надо перехватить, потому что в России назревает голод. На самом деле была в 42-43 году сильная засуха в Советском Союзе. И поэтому и основной удар решили сконцентрировать именно на Сталинград. И вот туда были направлены итальянские, румынские, венгерские, словацкие, испанские, французские, значит, австрийские и немецкие войска. Значит, и получилось так, что когда разрабатывали операцию «Сатурн и Марс» в нашем как раз генеральном штабе, вот как раз вот, спасибо, здесь вот сидит у нас участник войны, он прекрасно знает о деятельности маршала Советского Союза Василевского. Именно заслуга Василевского, он сказал, ударим по итальянцам и румынам. Представляете, как человек понимает, кто как воюет. Ударяют по итальянским и румынским армиям, и получается кольцо окружения. 330 человек попало в кольцо. Правда, у вермахта и его союзников были кольца и по 900 тысяч, и по 600, и по 550, и хоть было очень много таких кольц. Но это наше было первое кольцо, первая победа, да. И она какая была важная победа. Но здесь есть один нюанс очень негативный. Значит, когда начиналась Сталинградская битва, значит, было запрещено с сентября 42-го года мирному селению эвакуироваться за Волгу. И получается весь ужас вот этой войны в Сталинграде, потому что там война шла за каждый дом, за каждый подъезд, за каждую квартиру, за каждую лестничную клетку. Получилось, что мирное население беженцев с Украины, Ростовской и Сталинградской областей попали вот в эту мясорубку. Представляете, как было тяжело мирному селению все это на себе испытать. Какое количество потерь во время этой Сталинградской битвы было мирным населением. Ну что здесь еще хотелось бы добавить? Промышленность Сталинграда в 42-м году ни на минуту не останавливала свое производство. Вот мы с вами знаем трактора сталинские, да, вот это сталинградские. Да, вы представляете, завод не прекращал свою работу ни на минуту. И там работали именно беженцы на этом заводе. Вот это тоже говорит о героизме не только солдат, но и мирных жителей, которые работали, ну они спали около этих станков в сборочном цехе. Идет война в городе, а завод работает. Работала переправа постоянно 24 часа. Какие бы там бабежки ни были, были выброшены огромное количество мин, на которых подрывались эти корабли. Подрывались в Волгу, чтобы хотя бы как-то спастись. Но все равно героизм был максимальный. Вот здесь как раз, вы знаете, героизм был любого человека. Но мы знаем больше с вами о героизме действующей армии. Но здесь был героизм и просто мирных жителей, и тех беженцев, которые оказались в Сталинграде. Вот хорошо, что вот эту медаль давали не только тем, кто воевал в действующей армии, но и тем, кто работал на этих заводах и ковал победу. Следующая у нас медаль – партизан Отечественной войны. Конечно, тема партизан, вы знаете, она очень сложная во всех отношениях. Да, да, я вот занимаюсь этим вопросом. Значит, вот только три дня назад я приехал из Белоруссии, давал там презентацию в двух городах, один в Брестской области, другой в Минской области. Они, все белорусы, ждут книгу о партизанах, потому что ситуация вот какая, по той же Белоруссии. Боевые действия в Белоруссии были только лета 41-го и лета 44-го. Но количество погибших людей максимальное в Белоруссии из всех республик, которые участвовали в войне. С чем это связано? Каратели. А каратели там работали из-за того, что в 42-м году стали выбрасывать дивизионные группы, которые занимались тем, что провоцировали немецкие или другие оккупационные власти производить расстрел, если были убиты полицаи и старосты. И вот за счет того, что иногда неправильно ввели боевые действия партизанами, было уничтожено так много мирного населения. Особенно очень много этих сожженных деревень находится в Полесье. Да, ну, Катыни, это у нас уже Минская область, но вот в Полесье там практически 80% деревень было сожжено. Вот, потому что в этих местах как раз работали украинские каратели. Вот в той же Катыни тоже участвовали именно украинские каратели именно в этом деле. Я бы даже хотел сказать такой факт. Когда соединение Ковпака, это дважды Героя Советского Союза, пришло в Петриковский район, это Гомельская область, и местные жители ему сказали, не убивайте полицаев, это наши братья, сватье дети. Вот, ковпаковцы их убили. И вот, значит, сами стали на озеро, потом они оттуда, с этого озера, значит, ушли в чащу. В общем, Ковпаковское соединение было спасено. Но пришли каратели, украинцы, и уничтожили практически в Петриковском районе все населенные пункты. Там также стоят твердые монументы, и вот жители Белоруссии очень просят меня написать правдивую книгу о партизанах. Я вам скажу, что да, там никогда не было правдивой книги, потому что во главе Белоруссии стоял сначала Пономаренко, который был начальником штаба партизанского движения. На нем очень много греха, скажем так. Он как раз и предложил вот эти диверсионные группы, которые очень много сделали негатива. Потом, значит, во главе республики были Маширов, который также... Ну, о Маширове я хотел бы сказать очень хорошо. Я был на презентации в поселке Расуны, там, где погибла его мать. Вы знаете, разговаривал с местными жителями. И вот видно, что именно Маширов, и также, как еще говорил майор Корж, воевали правильно. Вот они приходят в какой-то населенный пункт, и они вербуют этих полицаев, и говорят, так, вы нам завтра будете рассказывать, какая ситуация здесь происходит. Уходит этот, допустим, Корж или Маширов дальше на место базирования, и полицаи им через связных отправляют информацию. И уже не в районе населенного пункта сходят поезда с рельсов или уничтожается гарнизон, а подальше от населенного пункта, чтобы не пострадало мирное население. Ну, конечно, очень много и обмана. Я вот был в одном музее в Белоруссии, значит, в райцентре в одном, и там, значит, ну, осталась еще старая надпись о том, сколько было пущено под откос партизанами поездов. До сих пор по всей Европе столько поездов не ходит, сколько, нет, даже сегодня их столько не ходит, сколько, я говорю, партизаны уничтожили в одной Белоруссии там за два с половиной года. Ну, это, да, да, да. В общем, фальсификаций очень-очень много. Вот, у них вышла книга память, я потом поднимал документы на этих партизан, якобы. Он мне говорит, у меня ни в Подольске, ни на Лубянго, Александр Александрович, а таких людей просто нет. Потом я стал искать, кто же книгу память писал. Это просто была установка идеологического отдела райисполкомов, написать срочную книгу. В основном писали предварители труда, которые могут писать, а предваритель истории просто боятся писать Белоруссии то, что было на самом деле. И вот эти книжки издали. Вот теперь Белоруссия просит у меня написать поскорее книгу про партизан. Вот она через год выйдет. Там у меня, значит, будет информация про украинских партизан, еврейских, польских, литовских, наших, брянских. И вот я вчера беседовал как раз с Низами. Вы, наверное, все его прекрасно знаете, да? Да, да. Вот. Низами мне еще даст информацию по крымским партизанам. Потому что вот недавно он встречался с одним историком в Крыму. И еще войдет информация по крымским партизанам. Хотел вас порадовать. Там будет информация о татарах, крымских партизанах. Потому что эту тему надо тоже поднимать. Понимаете? Крымский татарин, кто это такой? Одно как бы определение. А вот я показал крымские татары партизаны, определения уже такого не сделаешь. Не надо огульно хаять весь народ. Вот. Поэтому вот мы с Низами договорились, что мне дают информацию на крымских татар. И я помещаю еще и про крымских татар в эту книгу. Как раз информацию. Ну вот следующая у нас медаль, которая вы... Точнее, орден это Богдана Хмельницкого. Это единственный орден в Советском Союзе, который, как говорили, был написан иностранными буквами. Там у Богдана Хмельницкого буква Е английская. Но она же украинская. Вот. Давали ей этот орден за освобождение в Правобережной Украине. Что тут тоже хотелось бы остановить. Орден давали от командующего фронтом до командира роты. Тоже как бы приятно уже стало. Но здесь есть тоже один неприятный нюанс. Вот здесь я поместил... Ну, я на все награды помещаю первых кавалеров. Здесь генерал дейтенант Данилов. Вы, наверное, про него знаете. Он как раз воевал за Байкальском фронте. Да, да, да. Вот, смотрите. Человек получает орден, значит, Богдана Хмельницкого первой степени. Вот здесь в этой книге я пишу, как славно он форсирует Днепр. Освобождает Запорожье. Потом, значит, здесь же я в книге пишу, что генерал дейтенант Данилов был направлен в Запайкалье. И до 45-го года он находится там, в Запайкалье. Я думаю, почему же так? Такой славный полководец, потенциальный маршал Советского Союза. Ведь должен же остаться там, а не на Запайкалье его направлять. Вот, поднимая его личное дело в Главном управлении кадров, доносы, пил, и еще у него были две жены. Я встречаюсь с людьми, которые лично знали генерал дейтенант Данилов. Говорю, ребята, в личном деле я ничего такого не нашел, кроме этих доносов. Вы что? Никогда такого не было. Получается, что два командарма решили написать донос. Вы знаете, я думал, 37-й год закончился, а в 43-м году... Зависть. Зависть, вы знаете, вот зависть сделала нам так, что мы не знаем маршала Данилова. А так бы мы знали еще одного великого полководца, уровень Черняховского. Вот, спасибо, как-то дали Черняховскому растению. Жалко, что погиб 28 лет генералами Черняховским. И Ватутин, вы знаете, тоже ведь очень тяжело он шел. Вот если я здесь в этой краскниге пишу, мне заступничество именно Василевского, он говорит, сколько может Ватутин сидеть у меня в генеральном штабе. Он созрел командовать фронтом. И вот по рекомендации Василевского, Ватутина сделают командующим Воронежским фронтом. Потом он уже, Ватутин показывает, как раз себе, но тоже его убили украинские националисты, ну, после того, как он уже освободил Киев. Вы понимаете, были такие полководцы, которых надо было выращивать и расти. Но были и такие нюансы у нас с действующей армией. Значит, следующий у нас орден, вот и на нем я как раз остановлюсь подробно, это орден Победы. Вот, значит, всего было выдано 20 орденов Победы. Вот, и здесь есть очень интересная, как бы, история у этого ордена. Все ордена у нас до этого делали на монетных дворах. Этот орден делали в ювелирной мастерской Кремля. Вот, значит, что самое интересное, когда принесли три образца, один предназначался, он уже ясно, Жукову, второй Василевскому, третий Сталину. Сталин говорит, а почему вот эти лучи, они все рубиновые разные по цвету? Ему Хрулев говорит, Иосиф Федорович, невозможно так быстро подобрать рубины такой величины, чтобы у них была одна цветовая гамма. Сталин говорит, что можно, как заменить? Хрулев говорит, можем сделать искусственные рубины, мы их умеем делать. У нас есть заводы в Калининской области, да, у нас есть заводы, ну, в общем, четыре завода, которые делали у нас искусственные рубины. Мы можем их спокойно, эти рубины, сюда вставить. И вот только рубин именно на звезде Спасской башни, он настоящий. И вот, значит, начинают выдавать эти ордена именно советским полководцам, которые командуют фронтами и решают стратегические задачи войны. Но тут у нас возникает 44-й год, Михаил Первый из друга Гитлера становится его врагом, Михаил Первому дают. Иосиф Бростита до 43-го года был тоже Гитлером лучшим другом, но когда Гитлер поставил Мусташи, он тоже решил помогать Советскому Союзу. И то это Черчилль посоветовал ему обратиться к Сталину. Тита дают, значит, потом дают роли Жемерскому, польскому командующему, Монгомери и Эйсенхауэру. Да, что самое интересное, вы знаете, вот здесь я сказал бы, Сталин всегда отвечался хитрецом. Зная о том, что здесь рубины искусственные, вот, когда делали ордена Тита, Монгомери, Эйсенхауэру, Ролле и Михаил, и Осип все же сказал, им вот эти 110 алмазов, бриллиантов, искусственные, понимаете, сколько он сэкономил на наших танках. И эти как раз средства пошли на оборону, скажем таким образом. Знаете, вот за это я ему благодарен. Зачем какому-то там Эйсенхауэру давать наш орден со всеми бриллиантами? Конечно, нет. И даже вот этот вот рубин, и тот искусственный поставили. Вот это приятно. Ну, как бы, такой шаг приедем в этих отношениях. Сахдиев, наш, как сказать, Сахдиев, зять, академик Сахдиев, зять Эйсенхауэра. Понятно. Ну вот, значит, что дальше с этим орденом происходит? Значит, когда кто-то умирает, его забирают в Гохран, и если раньше этот орден у нас лежал на площади Камуни, сейчас площадь Суворова, музей вооруженных сил, музей на Великой Отечественной войне, на Поклонке, вот, значит, даже вот обещали, в этот раз, 8-9-го его привезут, но я вот сейчас специально опять поднимался, так его и не поставили. Был он раньше и лежал и в Алмазном фонде. Вот, в Алмазном фонде тоже уже лежит новодел. Значит, все они находятся на Ильинке, ну, это улица Куйбышева, бывшая, в Минфине, в Гохране все 20, значит, все 15 экземпляров, те, которые у иностранцев, они у иностранцев, значит, были раньше в семье, потом они сдали в музей. И только у Михаила Первого он находится на руках, он живет в основном, значит, за границей, ну, в своей родной Румынии не живет, вот, ну, пока он у него находится там. Значит, 20-е сделали Леониду Ильичу Брежневу. Как появился у Леонида Ильича Брежнева этот он? Значит, начальник главного политического управления, вот, Эпишев, да, хотел иметь героя Советского Союза, вот, и, говорит, как же вот сделать, чтобы вот, на меня обратил внимание Леонид Ильич, он говорит, ну, давай мы к нему сейчас подойдем и скажем, что, Леонид Ильич, вот вы уже маршал Советского Союза, вы заслуживаете орден Победа. Малые земли, да, они подходят, Эпишев, значит, и Устинов и говорят, Леонид Ильич, вот у вас все есть, но как же так, такой выдающийся полководец, герой Советского Союза, маршал Советского Союза, а ордена Победы нет, он говорит, ну, правда нет, почему это ордена Победы нет, а чайги, Эпишев, ну, Эпишев, тебе герой Советского Союза за идею, все, Эпишев, герой Советского Союза получил, зато Брежневу сделали настоящий орден, здесь у него было все настоящее, даже рубины были настоящие, но у всех вот была такая гаечка, а Брежневу такую гаечку решили не делать, вот, и так тяжело грудь себя перетягивает, сделали такую булавочку ему, ну, как вот у всех булавки были, вот у него как раз орден Победы отличается булавкой, то, что он самый дорогой, но когда пришел Горбачев к власти, значит, он аннулировал этот указ, и орден как раз забрали, ну, как бы, нет, орден так был забран, потому что как только еще его хранили, уже все награды, которые были, были все забраны, забраны, да, от Брежнева и других наших там первых лиц государств. И вот здесь я хотел бы остановиться на ордене славы 1-й, 2-й, 3-й степени. Видите, мы до этого все обсуждали сами полководческие ордена, которые имеют и платину, и золото, и серебро, и драгоценные камни, вот, и огромная оплата идет за них, а где же солдат? И вот вместе с орденом победы сделали орден славы 1-й, 2-й, 3-й степени. Вот здесь тоже было все прописано, за что дается какая степень. Но вот первая степень золотая. Здесь только одно, вы знаете, я не мог понять, почему надо было 40 лет ждать, чтобы приравнять кавалера полного ордена славы герою Советского Союза. Три подвига совершить или один, что труднее? У нас было около 12 тысяч героев Советского Союза, а полных кавалеров 2,5 тысячи. И в каких условиях жили вот эти, как раз у нас, кавалеры? Они в основном были в окопе. Максимальное воинское звание, кто получал, это был младший лейтенант в авиации. А так в основном давали кому? Рядовые, ефрейторы, сержанты, в редких случаях старшины. В основном рядовой состав, который на себе испытал всю тяжесть войны. Вот для справки хочу сказать, ни одного солдата у нас нет дважды героя Советского Союза. Это нонсенс тоже. Так? Ни одного солдата дважды героя Советского Союза нет. Вот, а ты же тем более. Вот, ну а четырежды, это естественно. Вот, а четырежды значит, Брежнев и Жуков как раз. Вот здесь, знаете, обидно, что люди так воевали и приравняли только когда уже мало осталось этих кавалеров. И вот в 44-м году появляется орден для флотоводцев, орден Ушакова. Вот, значит, он был сделан из платины. Вот это тоже очень редкий орден. Значит, вот самый редкий, конечно, у нас орден вот этот вот, первой степени. Вот, их всего выдали 13 штук. Но два кавалера этого ордена, для справки, значит, были начальниками Завидовского охотохозяйства. Ну, это там совершенно правильно. Они, значит, привязывали кабана для Лося. И вот за это получили орден, значит, за службу Родины вооруженных силах первой степени. Всего 13 этих орденов. Да, 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 понимаете, охотоведы получают вот этот орден первой степени. Потом идет орден Победа 20 и вот 40 орденов ордену, значит, Ушакова. Здесь тоже такой нюанс. Кузнецов очень часто ругался, значит, это главком ВМС, потом министр. Нарком ВМС со Сталином часто ругался. И также на этого Кузнецова были очень часто какие-нибудь докладные записки. То Исаков на него напишет там, то Юмашев. Вот, ну, понимаете, даже вот когда Сталин обсуждал, кого же назначить командующим, допустим, какого-то флота, он терялся, потому что очень многие были репрессированы на флотоводцы. Или, допустим, кого сделать наркомом ВМС, он тоже размышлял. Начальник политправления военно-морского флота, значит, Василий Максимович Гришанов мне рассказывал такую ситуацию, ему это рассказывал Юмашев. Вот, когда Кузнецова убрали с поста наркома, вот, Сталин говорит, кого же назначать? Назначать некого. Говорит, я бы назначил Юмашева, но он пьет. Откуда Юмашев пьет, да? Вот, знаете, приходит такая информация опять к Сталину, что чуть ли не вся у него армия пьет. Да, Наталья, слушай. Можно? Очень любезно, выслушайте меня, пожалуйста. Мне еще и с радостью пришла. Нет, очень приятно с вами встретиться. Но сейчас я сижу совершенно, простите меня, выражу именно это слово. Я обалдела. Все люди воевали, отвоевали, заслуженно получали. А сегодня идет какое-то опровержение. Почему? Зачем это надо? Никакого опровержения нет. Вы знаете, нет, очень много негатива. Вот я совершенно возбудилась. Он правду говорит, правду пока. Мы не знали, мы не знали, это хорошо. Так зачем же нам сегодня знать эту неправду? Какая же это неправда? Ну, люди-то получили все. Люди-то заслужили. Люди погибали. А я говорю, не о заслуженных, а разве людях? Я говорю о том, что... Вы понимаете, вот у меня такой сумбур сейчас в душе. Думаю, а зачем сегодня нам повещать об этом? Вы послушайте до конца презентацию, а потом уже будете делать вывод. Давайте так вы сделаем, понимаете? Не надо делать скоропалительные выводы. Да мне просто обидно. А что обидно, я вас так и не понял, понимаете? Я говорю, почему пришла, дошла одна, я на юмашу, что человек пьет. Как может командующий Тихотеновским флотом пить, понимаете? Зачем это сегодня выносить, вот на этот вечер? Сегодня вот этот вечер. Вы знаете, я презентацию провожу в Центральном музее Великой Отечественной войны регулярно. Именно из-за того, что я всегда говорю правду, понимаете? Они что-то закрывают. Достаточно главное политическое управление в РОЛО, понимаете? У нас и сегодня много чего закрывают. Совершенно правильно. Вот я как раз пишу правду, понимаете? Я не хочу этого сегодня слышать уже, понимаете? Чего вы не хотите слышать? Потому что то, что было, было, все. И зачем сегодня оповещать об этом? Чтобы был патриотизм у человека, чтобы знали, за что давали награды. И как давали награды. Просто многое не знали. Да. Надо знать правду, понимаете? И что у меня изменится от того, что я сегодня эту правду знаю? Ну это ваше мнение. Менталитет меняется у подростков, когда они бывают на презентациях по Великой Отечественной войне. Понимаете? Вот я вам скажу так, что я недавно был в городе Надыме, край уголовников, скажем так. Но мне так понравилось Надыме, там вот таких даже маленьких детей привели на вечер. Они читали стихи Великой Отечественной войны. Вот я вижу, что получается, дети, у которых родители были заключенными, они стали патриотами, потому что патриотизм сейчас надо воспитывать. А патриотизм воспитывают только на правде. Когда идет фальсификация истории, а сейчас фальсифицируют историю везде, понимаете в чем дело? И в Российской Федерации сейчас готовится единый учебник истории. Вот я жду, когда Путин его подпишет, этот единый учебник истории. И я там напишу по поводу игр, которого никогда не было. Понимаете? Правильно. Все это хорошо. И октябрьскую, и февральскую революцию. И в войне также я напишу, где очень много негатива. Понимаете? Я была ребенком. Я все это видела. На себе испытала. Выросла, выстрадала, выжила. Слава Богу, я отслужила уже этому государству, отработала. Я ветеран труда. Вот это, если не поверите. Но понимаете, на сегодня, вот сейчас, во мне полное разложение, раздвоение. А зачем мне это нужно сегодня? Так вы и занимаетесь молодежью. Я занимаюсь всеми. Мне это неприятно. Я вам скажу так. Я что, во всем вранье прожила и все? Вы понимаете, что вы делаете? Вы мою жизнь перевернуете. Куда перевернуете и будете в ложь. Я так не жила. Я жила чисто, честно, по прямой дороге, добросовестно отработала. За все заслужила, как видите. Я не знаю, это для вас что-нибудь значит или нет. Но мне их выгали. У меня есть удостоверение. Я их нигде не взяла. Я их не выкупила. Значит, я где-то прослужила достойно. Я выслужилась. Не выслуживалась, а в работе я настолько хорошо вложила себя. Что сегодня, оказывается, где я была? Вы опровергли всю мою жизнь. Мне это неприятно сегодня слышать. Я без вас знаю, где правда и неправда. И сегодня я много знаю. Вы извините мне об этом сегодня говорить. Тогда, когда я в таком возрасте, я все пережила. Больше, чем вы. Вы молодожи меня. Вы знаете, дело не в возрасте. Это, во-первых... Это, поймите, мне на кого. Давайте я вам сейчас скажу. Значит, на презентациях на мои приходят ветераны Великой Отечественной войны. Я вам объясняю. И они вот именно ветераны Великой Отечественной войны говорят мне спасибо. Я вам скажу, значит, когда я стал заниматься именно плотно военной историей. Значит, Василий Максимович Гришанов, значит, это был представитель секции военной в обществе знания, пригласил меня на 40 лет операции Багратион. И вот в трибуны общества знания. Значит, маршал Лосик, генерал армии Иванов говорят одно. Потом у нас, значит, в кулуарах беседа. Я говорю, а почему вы со сцены одно, а мне рассказываете другое? Я говорю, Александр Александрович, а это вы к Алексеевичу Эйбшу говорите. Вот нам подготовили доклад, мы его и прочитали. А вот как было на самом деле, сейчас мы вам расскажем. Понимаете? Я занимаюсь военной историей в архивах. Это первое. Во-вторых, вы же не знаете, сколько у меня наград. Нет, не знаю. Ну, а зачем вы говорите, понимаете? Я не хочу знать. Ну, можете не знать. Если вы действительно прослужили, вы расскажите о себе какой вы. А зачем мне о себе рассказывать? Я рассказываю о своих трудах. А у нас много медали, между прочим, купили. Вы знаете? Я это прекрасно и важно знаю, понимаете, кто и где покупает. Вот у меня выходит на будущий год книга награды Российской Федерации. Вот там как раз каждый второй у нас мэр, губернатор, купленный миноградами. Простите, как вас зовут? Челемин Александр Александрович. Александр Александрович, ради Бога, вы меня простите. Я абсолютно вас не критикую сегодня. Я просто, когда попала, мне отвечать надо. Я буду знать каждую медаль. За что это вы давали? Кто это получил? Мне это отрадует. Понимаете, люди отработали. Люди были, погибали. Это же замечательно. Уже все, что было, то прошло. То есть люди отдали свои жизни за это, о чем мы сейчас говорим. Но вдруг я оказалась, я жила во вранье, во вранье. А где же вы еще жили-то? Зачем мне сегодня об этом знать? Вы знаете, если вам... Молодежь вописка. Правильно, молодежь надо воспитывать. Патриотизм не надо искать. Он либо есть, либо... Вы знаете, его воспитывают. Патриотизм. Замечательно. Я рада. И я счастлива, если вы действительно воспитаете хорошую молодежь вот в этом вранье, это будет замечательно. Какое вранье? А почему я жила нормально, я жила в правде для себя? И я сегодня такая правдивая. И вдруг оказалась нигде. Ну мне это просто... Значит, я скажу так. Значит, я... Вы меня простите. Я вас не критикую. Но тогда, когда я рассказываю свое мнение, и вообще сегодня весь вечер посвящен мне, просто я получила какое-то, знаете... Ну я даже не хочу это слово купить. И, кстати говоря, о Васильеве будет как-то... Что? О Васильеве кто-нибудь когда-нибудь скажет, как правда было? Значит, я вам скажу так. Мне очень нравится писать книги по краеведению. Если вы хотите услышать о прекрасном, о достопримечательностях городов, о знаменитых людях, которые, значит, строили эти государства и города, приходите им в презентации по краеведению. Вот у меня в этом... Я ничего не читала, что ли? Я ничего не знаю. Получается так, да. Это вам так кажется. Мне поэтому невозможно, вы слышите? Нет, уважаемые, давайте так, придем. Задали вопрос. Да. Человек ответил. Копаться в этой истории, думаете, море крови так можно? Невозможно. Это невозможно. Когда стареешь, когда сидишь, волосы становятся. Ну, вы сказали свои мнения, остальные не сказали. Что-то не правду сказать. Да, это горькое... Какая была горькая... Совершенно правду. А мы должны это знать, да. Ой, я пью ее, ее мы проглотили уже. Иначе мы ее не будем про ее знать. Все знают, что ли. Ну вот смотрите, вот сейчас у нас появляются учебники. В Грузии, в Украине. Вот там одна фальсификация. И вот тот, говорю, единый учебник, который готовится Российской Федерации, вы знаете, там тоже очень много вранья. Неудивительно, что вы меня сегодня учите. А почему вы доктор наук, профессор, какой у вас степень вы мне скажете. Вы в каких архивах работали? Вы сходите вот хотя бы в архив ФСБ. Вы знаете, когда я еще учился студентом, и когда я вышел из архива ФСБ, у меня было желание взять гранатомет и по лубянке стрелить. Понимаете, вот такое у меня было ощущение. Когда я поработал в первый раз в Подольском архиве, вы знаете, мне было жалко наших солдат. И была ненависть к нашим генералам, которых оставили без пропитания. Понимаете? А мне не жалко сейчас. Чего вам жалко? А мне не жалко? Я вас не понимаю, о чем вы говорите. Ну, давайте, нет. Давайте, давайте. Перепалку не надо устраивать. Задали вопрос. Не нравится сидеть или порт себе настроение. И другим. Себе и другим. Короче, спокойствие. Это такой вопрос провокационный. Пошло, пошло, пошло. Давайте перейдем к следующим наградам. Потому что я вам скажу так, что я всегда писал, что было на самом деле. Этим я и отличаюсь от придворных историков. Это первое. И второе, я работаю только с архивными документами. То, что написано в архивах. Я беру из стенограммы совещания ставки, которых он до сих пор закрыт. Общался я с очень многими нашими маршалами Советского Союза. И многие маршалы Советского Союза меня просили написать именно книгу о войне. Потому что знают мою жизненную позицию. А по поводу наград, вы знаете, когда мне исполнится 70 лет, я одену свои награды. Но я потому что очень скромный человек. Скажем, давайте так. Но у меня были командировки в Африку. А тот, кто был в Африке, он знает, что это такое. И не один раз. Значит, вот теперь мы переходим с вами к награде Нахимова. Значит, здесь вот обратить можно на что внимание. Вот видите, здесь маленькие рубины. И вот у первых пяти вариантов как раз рубины были настоящие. Но потом посчитали, что это очень дорого. И уже последующие адмиралы у нас получили уже с искусственными также рубинами. Орден делался из золота и серебра. И вторая степень этого ордена, здесь уже у нас горячая эмаль. Ну тоже, чтобы орден был подешевле. Вот эти ордена выдавались уже очень редко. И потом уже их выдавали в 60-е годы нашим подводникам, которые совершали кругосветки. На самом деле это были не кругосветки. Было всего три океана. Но надо было хоть как-то обозвать это мероприятие. Вот ордена, которые мы до этого с вами проходили, Кутузова, Суворова, они, значит, вручили, вручались до 47-го года. Потом были вручения в 56-м году за подавление восстания в Венгрии. И потом возобновили их награждение именно в Афганистане. Значит, очень приятно, что именно генералы, которые воевали в Афганистане, тоже получили награды и орден Кутузова, и орден Суворова. Больше эти награды не возобновлялись и никому не выдавались. Значит, для матросов были сделаны медали Ушакова и медаль Нахимова. Ну, их в основном давали в 60-е годы, когда, значит, шло, значит, развитие атомного подводного флота. А потом эти медали тоже уже больше не выдавались. Вот здесь как раз идет, значит, медаль за оборону Москвы. Все эти уже медали появились в 45-м году, после окончания Великой Отечественной войны. Вот здесь стоит остановиться подробно опять на этой медали, потому что здесь есть такой определенный нюанс. Значит, декабрь 41-го года. Ну, все помнят, кто хорошо знает историю, что творилось в Москве в октябре месяце. И вот в декабре месяце стоят очень тяжелые морозы. И вот благодаря ополченцам, которые были из москвичей и сибирским дивизиям, были отогнаны на 100-150 километров войска, которые стояли около Москвы, практически в районе сегодняшней Химокс, Ходни, там стояли войска уже агрессоров. Значит, и даже, что самое интересное, если немецкие ни танки, ни самолеты не могли завестись в такую минусовую температуру, то наши танки дошли даже до Калинина. Вот так, значит, были отогнаны в 41-м году захватчики от Москвы. Опять бы хотел сказать, что, значит, в битве под Москвой немцы составляли всего лишь 50%, остальные армии были захватчиков из других регионов. Значит, вот за оборону Кавказа здесь я очень плотно останавливаюсь, потому что ситуация на Кавказе была очень тяжелой во всех отношениях, но там в основном воевали австрийцы, потому что они умеют воевать в горных условиях. И, значит, медаль за Кавказа давали и... Эдельвейс. Что? Эдельвейс. Эдельвейс, да, 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 дивизия Эдельвейс, да, егеря, которые могли, значит, залезть на любую вершину, вот, и покорили, также они Эльбрус установили там флаг со свастикой, хотя это был не их флаг, они по расхожению все были австрийцами. Значит, вот здесь я еще хотел бы остановиться на медали за оборону советского Заполярья. Значит, очень интересно во всех отношениях эта медаль в каком плане. Значит, основные боевые действия на фронтах Великой Отечественной войны начались не 22 июня, а с 1 июля 41-го года. 22 июня наступали только две танковые группы, Гудериана и Гота, это по территории Белоруссии. 1 июля вступили в войну румынские войска, которые составляли вторыми по численности, потом вступили венгерские войска, потом вступили в конце июля, в начале августа итальянские войска. И, значит, если мы возьмем с вами на 1 сентября 1941-го года соотношение армии к вторжению, потому что прошло два года после начала Второй мировой войны, то немцы составляли только 15 процентов, все остальное составляли другие страны. Если мы с вами возьмем поход Наполеона и поход Гитлера, можно сказать, что это идентично. Вот это вот обзывание, что до сих пор немецко-фашистское вторжение, 15 процентов какое-то вторжение. Вы напишите про румынов, вы напишите про итальянцев, вы напишите про французов. Значит, у нас часто говорят про Нормандию Немер. Она начиналась с эскадрильи. Эскадрильи – это три самолета. А давайте посмотрим, кто защищал у нас бункер Гитлера и защищал Рейхстаг. Дивизия СС набранная из французов. Почему умалчивают до сих пор об этом? Я думаю, что с Минстралью, вот сейчас начались ситуации, может быть, кто-то из историков придворных напишет. Я об этом всегда пишу. Южный поток показал, кто такие болгары. Я вот в этой книге пишу, как болгары славно воевали с Советским Союзом. Вот я единственное пишу в Советском Союзе об этом. Как болгары уничтожали советских солдат. Может быть, сейчас Южный поток покажет, что болгары всегда воевали с Россией, что в Первую мировую, что во Вторую. И роль Турции, которая объявила полностью нейтралитет и 21 июня полностью закрыла Босфорда Донеллы, чтобы ни один корабль не вошел. Что самое интересное, 10 июня уже взводный командир около Бреста, у меня сейчас выходит книга Брест, знал о том, что в 3.15, 22 июня начинается война с СССР. Но если мы с вами будем читать мемуары или то, что до сих пор преподают, внезапно 22-го напали. Какой напали? Да, 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 20-го пролетали наши самолеты, смотрели, что происходит на границе, там уже техника вся стояла. Значит, у меня есть показания нескольких деятелей из Бренденбурга, это был диверсионный батальон, потом полк, которые как раз уже 15-го числа рассказывали в Бресте о том, чтобы население закупало продовольствие, потому что 22-го будет война, и многие уже стали скупать вот эти вот вещи типа соль, спички, а некоторые жены командиров уже садились на поезда и уезжали из Бреста. Значит, до сих пор вот этот как бы факт о начале войны он нигде не рассказывается, потому что фонд ставки закрыт, но я думаю, где-то года через два написать про первые четыре месяца войны. И вот почему как раз эта медаль «Заполярье» появилась. 21 июня нарком ВМС Кузнецов объявляет боевую готовность по всем флотам. И в 3.15, когда самолеты полетели бомбить как раз Балтийский и Черноморский флот, их встретили как раз наши корабли. Ни один самолет Люфтваффе не пролетел ни до одного города. Моряки их встретили достойно. Но единственное место, где не было ни одного самолета, это был Северный флот. И вот вице-адмирал Головко думает, что же такое, все воюют, а у меня войны до сих пор нет. Надо бы тоже повоевать. И вот он наступает на Овежскую территорию. И немцы сами в недоумении, финны также. Вот, значит, собирается срочно группировка и идет наступление как раз на вот этом направлении, где Карелло-Финская Советско-Социалистическая Республика. Значит, что самое интересное, воинских частей никаких Вы помните, очень сильный был фильм «Азори здесь тихий». Вот это вот и были кто там, вот эти вот девочки, больше никого там не было. Вот, значит, что делает Головко? Он обращается к политработникам и говорит, идите в наши лагеря и говорите о ситуации, которая здесь сложилась. И вот как раз Василий Максимович Гришанов, который как раз был политработником на Северном флоте, а потом станет начальником политического управления военно-морского флота, он мне рассказывал, что когда они пошли по лагерям и стали говорить, кто пойдет защищать Родину. Вы знаете, 95% заключенных, какая бы ни была статья, сказали «мы идем». Воры в законе сказали «мы сами идти не имеем права, у нас как бы не позволяет эта каста, но мы своим скажем, они тоже пойдут воевать». Я стал смотреть статистику по русской освободительной армии. Сколько они собирали в концлагерях? Значит, здесь 95% населения, а у нас на севере там сидели, конечно, ребята такие отпетые. Вот, значит, здесь 20%. Из них 15% думали как, получу винтовку-автомат, в первый же день перебегу на сторону своей Родины, или просто не буду воевать. И только 5% шли именно с таким желанием, чтобы воевать против Советского Союза и Советской власти. Понимаете, 95% у нас заключенных, которые сидят в Карелии, и 5% чистых, которые у нас попали. Каким образом? Контузия, ранения, глупость командиров, предательство командиров. 600 генералов сдало в Советской армии в ПРЕА. Ни один институт военной истории, ни института российской истории эти данные не приводят. Да. Вот я об этом пишу конкретно, какие генералы когда сдались и каким образом сдались. Кто попал под контузию, а кто вот, допустим, вот вы знаете, я когда смотрю на Власова, вот начинаешь думать, как вот у человека это произошло. До 41-го года это самый лучший считается у нас командир. Сталин награждает его орденом Ленина. Его, значит, соединение показатель в РКК. Вот смотрите, как надо служить, как служит Власов. Потом мы смотрим его под Киевом. Нормально, как бы, более-менее. А битва под Москвой тоже нормальная. Сатальна. Да, совершенно правильно. Но когда он попадает в Псковские болота, Новгородские, и просит уставки дайте нам хоть что-то, ему никто не дает. Понимаете, вот что здесь надо изучать? Психологию человека. Сломание. Да. Сломание, да. Все. Вот поэтому я всегда, когда изучаю вопросы истории, я беру архивы наши и сопредельных стран, изучаю, как бы я поступил. Я никогда никого не хаю, никогда никого не обзываю. Я всегда стараюсь найти истину, почему человек сделал так. И вот когда я смотрю по количеству людей, которые у нас в Заполярье вступило, и сколько вступило в РАА, это, конечно, уже показатель. Значит, потом уже их, что самое еще интересное, вот эти вот заключенные, они пошли вот в этой робе. Немцы и финны были шокированы, что за новые войска появились в Советской армии. Вот. Ну, в общем, факт тоже тот интересный. Почему-то тоже до 44-го года, как и под Ленинградом, никаких боевых действий не предпринимается. А в 44-м году за два дня спокойно высадились, прошли пол Норвегии. Почему это было сделано, мне опять вот это непонятно. Вот. Я вот, допустим, в этой красной книге пишу, что мне вот нравится, как проводило уже наше партийное руководство ситуацию в 43-м, 44-м году, когда вот в 43-м году, понятно, заливалась засуха у нас, и был голод, освободили правобережную Украину, чтобы урожай, который был посеян на Украине, забрать и накормить страну. И как в 44-м году была проведена Яско-Кишиневская наступательная операция, чтобы захватить Болгарию и Румынию, и то, что собрали там урожай, или который поспел в августе себе, так же взять в Советский Союз. Вот это, получается, правильно размышляла Ставка и Политбюро, что надо именно в этот момент, потому что до этого нападения или отступления производились всегда у нас только зимой. Вот, и опять, что еще хотел бы обратить внимание, вот у нас иногда армия стояла по 5-7 месяцев без движения. Война могла бы закончиться и за год, и за полтора, но не как 3 года, 11 месяцев. С чем это было связано? Просто потенциал Советского Союза был очень слабый. Была захвачена Украина, где были в основном оборонные заводы. Заводы, которые находятся у нас в Сталинграде, в Челябинске, на Урале, они далеко, и они не справляются с такой махиной, которую надо было вооружить. Поэтому, когда уже проходит 5-6 месяцев, армия вооружена техникой и боеприпасами, происходило наступление. До этого пассивная оборона. Это тоже, конечно, показывает о слабости государства. Вот эти нюансы я тоже показываю, чтобы понять, почему так долго шла война, ведь можно было спокойно ее там завершить в какое-то определенное время. И вот здесь, значит, после Заполярья у нас появилась медаль за победу над Германией. Вот как раз в этой медали я разбираю все ситуации, как отступали, почему были ошибки. А ошибки были в чем? Во главе РККА стояли выходцы из первой конной. Ворошилов, Буденный, Тимошенко, Кулик, Щеденко, которые проиграли все сражения Второй мировой войны. С их менталитетом нельзя было командовать новыми армиями. И когда в 43-м году выросли вот эта молодая поросль, которая стала генералами не за счет того, что в 30-е годы, как некоторые у нас генералы 41-го года, которые их и правильно сделали, что многих расстреляли. Вот он, допустим, в 37-м году лейтенант. В 41-м он генерал-лейтенант, генерал-майор. Как он получил это звание? За счет того, что он подсел своих высших командиров. У него остался менталитет командира взвода. Как он может командовать, допустим, авиацией округа, или командовать, допустим, корпусом. Он и не может, он не вырос для этого. А когда воспитали своих генералов, и вот смотришь уже вот эти войсковые операции, Багратион, Яско-Кишиневскую, Курскую, вы знаете, видно гений уже есть у наших полководцев. Германский генералитет здесь уже нашим уступал. Но надо было опыта набраться хотя бы полтора-два года. Вот как раз в этой книге о Германии я как раз пишу обо всех ошибках, которые были. Вот. И как шла война до 45-го года. Вот здесь, значит, следующая медаль. Ну, это все... Да, да. Вот, значит, медаль за взятие Будапешта. Здесь, значит, очень интересная тоже медаль. В каком отношении? В районе Будапешта у нас опять стали попадать соединения в окружение, стали опять пропадать без вести, стали опять большие потери. С чем это было связано? Значит, просто были ошибки командования. Нельзя брать почти двухмиллионный город сразу. Он состоит из двух частей. Надо было взять Буду, потом пишет, и потом его спокойно. И опять, значит, здесь, я бы сказал, есть гибкость советского руководства. Какое? Они стали использовать национальный признак. Значит, когда уже советская армия не справлялась с Будапештом, предложили румынской и болгарской армии взять Будапешту. У румын с Венгрией театриальные споры. У болгар еще нет трофеев. Только они немножко в Белграде там поворовали, и больше ничего они не смогли взять. Вот, поэтому болгарская и румынская армия, когда подошли к Будапешту, его удачно взяли. Вот этот как бы фактор. Уже стали беречь своих солдат и стали использовать другие армии. Вот следующая медаль за взятие Кенигсбергка. Вот здесь, вы знаете, я бы еще сказал, на том, как брали Кенигсберг, сейчас берут многие населенные пункты американцы. Они действуют по этой же схеме. Самое интересное, изобрели наши генералы, Рокоссовский это придумал, но используют теперь американцы во всех своих точках. Значит, как получился у нас Кенигсберг? Значит, он был так хорошо закрыт, три линии обороны, что взять его было практически невозможно. Но это уже апрель 1945 года. Война практически идет к завершению. В Советском Союзе очень много боевой техники, которую поставляли и под Энглинзу, и уже была своя тоже высокого качества. Были изобретены пятитонные бомбы. Это было самое сильное оружие, которое было у человечества на этот момент. Сильнее потом только станет атомная бомба. Когда бомбу 1800 килограмм взорвали в Брестской крепости, защита Брестской крепости 29 числа была прекращена. Не 20 июля, как кто-то там выдумывает еще что-нибудь, 29 июня Брестская крепость сдалась полностью. Не надо выдумываться там какие-то эти самые небылицы. Потому что даже вот эта надпись 20 июля, вы знаете, так четко написана, я там привожу именно по криптологии, что человек, который пишет такие вещи, он не может написать ровненько, с анаковыми припинаниями, с запятыми и прочее. Это нонсенс. Тем более там никто в это время не находился, в этом месте. Здесь стали бить всеми орудиями, гаубицами 152-ми. Они подошли из самоходной установки и оставили коридор к Балтийскому морю. Совершенно правильно, к порту Пилау. И вот местные жители и военнослужащие думают, зачем я буду находиться в этом городе, если после каждой пятитонной бомбы у меня выворачивает все внутренности. И население побежало в Пилау, и там спокойно дали кораблям каким-то выходить. Какие-то корабли ждали и потопляли. Если он, допустим, вывозил военнослужащих или вывозил, допустим, что-то, связанное опять с военным имуществом. И таким образом Кенигсберг был взят, значит, количество потерь было очень маленьким. Завзять 7 вен. Вот здесь как раз, вот в книге в Красной я пишу, как брали вену. Здесь, конечно, заслуга австрийских антифашистов. О чем до сих пор почему-то умалчивают, а что если бы не австрийские антифашисты, были бы потери максимальные у фронта Толбухина, хотя Толбухин всегда берег своих солдат. Он был не такой, как Жуков, который у нас отличался тем, что на одного солдата 17 клал. Значит, потом это за взятие Берлина. Ну вот по Берлину здесь тоже интересная ситуация. В феррале с 45-го года Чуйков обращается к Жукову. Я стою в 70 километрах от Берлина. Он пустой, давай я его возьму. Жуков ему запрещает. Вот, значит, он непосредственно обращается к Сталину. А Сталин в это время находится в Ялте на Ялтинской конференции. Там делят мир. Значит, и когда поделили мир, значит, и попал Берлин в зону советской оккупации, значит, Рузвельт и Черчилль разрешили Сталину брать большие города. Потому что большие города – это огромные потери в населении. Вот, зачем немцы, или это как брать немецкие города, значит, если там будут большие потери, значит, из англичан или американцев. Конечно, значит, они решили отдать это Сталину. Вот, и Сталин уже только в марте месяце дал распоряжение после Будапештства, что можете наступать. Но куда наступать? Так, здесь уже были созданы Зиевовские высоты, и в Берлин завели 200 тысяч гарнизон. И еще ждали армию Венка. Представляете, здесь хотя бы вот не 26-го начались боевые действия под Берлином, а хотя бы 30-го апреля. Не знаю бы, чем бы закончилась берлинская операция. Пришлось бы задействовать не два с половиной фронта, а все три, которые Конев повернул потом на Прагу. Вот это опять говорит о чем? Что, значит, тот же Жуков бы разрешил бы Ротминстрову и Чуйкову бы взять Берлин, и война бы закончилась уже бы в марте месяце. Опять, вы знаете, надо смотреть всегда на поведение человека, на его, значит, отношение к этому. Да, у нас всегда больше говорят о том, взял, победил, зашел туда. А вы возьмите душу человека, его психологию. Почему Жуков поступил так? Почему иначе? И вот еще, что я хотел бы сказать. Вот, допустим, еще на Ялтинской конференции была видна сила, значит, Сталина, то когда читаешь документы Потсдамской конференции, вы знаете, здесь становится жалко Советский Союз. Значит, идет стенограмма совещаний. Что самое интересное, стенограмма совещаний до сих пор находится у нас в президентском архиве и никогда, наверное, не будет опубликована. Да, значит, там 3-4 минуты пауза. О чем говорит пауза? О том, что человек не знает, что сказать. Идет уже старческий маразм. В 45-м году я проверял, Сталина болел. Но зачем больного человека одного направлять на схватку с этими тиграми? По-другому не скажешь. Значит, сидят ребята, которые по-нашему маркетингом занимаются. Ну, ребята-бизнесмены. Да. И они обрабатывают пожилого человека. А Молотов боится слова сказать, потому что у него жена жемчужина сидит в лагере. Вот. Значит, и получается, что одного человека, престарелого, поставили на, значит, этого какого... Трумана, который только что дорвался до власти. Вот. И еще французов подтянули. Когда, самое интересное, подписывался 8-го числа договор о прекращении боевых действий, Кейтель, увидев французскую делегацию, говорит, а это что тут сделать? А они каким образом попали? Они что, разве с вами воевали? Понимаете? Для Кейтеля это было неприятно. Что какие-то его союзники теперь еще подписывают. Но это было создано для чего? Чтобы против Советского Союза была Франция, Британия и Америка. Сразу три страны на одного Сталина. Понимаете? Вот это, конечно, было тоже неприятно. И когда вот многие вот показывают его силы, говорят, ребята, а вы посмотрите, как результаты подсдамской конференции. Белосток чей стал? Польский. Почему Польша стала таким большим государством? Почему потерялись здесь, потерялись здесь, потерялись здесь? Потому что уже когда человек один, а против него читер, конечно, он проигрывает. Вот здесь, кажется, вот, значит, по Берлину я как раз пишу, что могла бы война бы закончиться пораньше. Значит, за освобожение Белграда, значит, медаль. Здесь, конечно, помогала национальная партизанская армия Иосифа Брустита. Вот. И помогала болгарская армия освобожать Белград. Что я вот еще хотел бы заметить. Значит, единственные сербы, ну, сербы были тоже, значит, часть сербов выступала, значит, как, значит, помощники Советского Союза, часть воевала за свою страну. Когда погибших хоронили, вы знаете, вот только в Сербии, именно в Белграде погребали, значит, всем городом. Когда мы с вами смотрим, допустим, как наступает кто-то там, допустим, в каком-то городе, вот, это все постановочные кадры. Вот у нас есть в Красногорске архив кинофотодокументов. Показывают, как София встречает у нас советских солдат. Значит, это 47-го года постановочная сцена. Не надо этому верить. Значит, следующая, значит, вот медаль тоже своеобразная, знаете, за освобождение Варшавы. Здесь вот я эту медаль не могу совсем понять. Значит, из Варшавы уходит полностью немецкая армия. Значит, на следующий день туда заходит советская армия. Ни одного выстрела никто не совершал, но медаль была сделана. Ну, потому что столица государства. И вот за освобождение Праги, здесь, конечно, мы с вами останавливались, помогала русская освободительная армия с 9 по 11 число помогать освобождать Прагу, потому что подняли чешские повстанцы там в восстание. И там была самая сильная немецкая группировка, около миллиона человек стояла группировка около Праги. И вот именно благодаря тому, что объединились русская освободительная армия, РКК, фронт Конева и Чехии, значит, война закончилась 11 мая. Но так, Великой Отечественной войны у нас закончилась 17 мая, последние боевые действия были в районе Никлайпеды. Но надо как бы тоже говорить о том, что война шла до 17 мая, сильные боевые действия продолжались до этого времени. И вот, значит, заключительная медаль, которая посвящена у нас именно войне, это медаль за победу над Японией. Вы знаете, самая славная операция, я бы так сказал, которую провела РКК. Три фронта, Тихоокеанский флот, правильно разработанная операция, значит, дезаулирован брак, объявляют, что люди едут домой, вот показывают, значит, нам кинохронику, едут составы, значит, со Сталиным якобы домой. А они все, кто на Дальний Восток, кто в Забайкалье, кто в Чеченскую область, так дезаулировали полностью всех врагов. Ни один эшелон не остановился, все промчались на Дальний Восток. А люди думают, о, едут домой. Какой домой? И ребятам еще воевают до сентября месяца. Вот. Вот это, конечно, очень славно. И, вы знаете, количество потерь было минимальным. Вот как воевали на Дальнем Востоке, конечно, ясно, что научились. И вот здесь, вы знаете, как учебник надо показывать, как надо воевать. Что самое интересное, значит, очень много сейчас выходит книг во многих странах о Великой Отечественной войне. Каждая страна показывает свою историю. И вот если мы с вами возьмем, допустим, историю Второй мировой войны, как издано в США, там мы найдем только Сталинградскую битву. Больше мы там ничего не найдем. И так каждая страна старается написать. А почему это так делается? Потому что и в Советском Союзе было очень много обмана. И, понимаете, у людей выработалось такое мнение, что считали многие даже документы между строк. Люди не знали, к чему верить. На улице одно, а по телевизору другое. Допустим, или с той же войной. Объявляют, что, допустим, никаких практически боев не происходит. А уже сданный Минск, сдана Ирига, сдали Италия и прочее. Говорите правду. Или даже, допустим, вот я вам скажу, что когда пройдет 10 лет, мы с вами все узнаем, что происходит на Украине. Потому что фальсификаций по Украине очень-очень много. Вот. И надо всегда смотреть так, чтобы видеть, где кто обманывает. Обманывают все. Есть, значит, идеологическая обработка населения, которая как раз этим занимается. Ну, а остальные уже медали, они здесь у нас были посвящены юбилеям армии и флота. Вот. И вот здесь я пишу о том, вот, допустим, 30 лет армии, там, 40 лет армии, 50, там, допустим, лет армии. И вот здесь я пишу, знаете, о чем? О чем у нас умалчивают? Пишу, где, в каких местах воевали наши солдаты. Значит, Корея, Ангола, Мозамбик. Вот сейчас идет война воемение. Вы знаете, она там уже идет 35 лет. И наши там ребята гибли. Эритрея, это, значит, сама Эфиопия, наши ребята там гибли. На Кубе, вот, значит, около 70 стран, где участвовали наши солдаты. Вот эти вот все места, значит, я пишу, значит, как помогали Индонезии воевать в 60-е годы, как помогали Вьетнаму, вот, как помогали Египту, значит, той же Сирии, Ливии. В общем, здесь, чтобы как отдать дань памяти тем воинным интернационалистам, как их, ну, нас стали называть уже после Афганистана, которые получали также героев Советского Союза, гибли там, но даже их родители не могли сказать, где конкретно погиб их сын, да, или где он выполнял боевую задачу. Значит, вот если мы сейчас вот с вами даже посмотрим, вот, где сейчас основные идут такие вот боевые действия, вот, значит, из-за чего они там идут, потому что и советских там баз не стало, вот, и получилось, что как бы кто-то подкормил вот эти вот течения, и идут, вот, Северная Африка практически вся сейчас у нас, значит, в Азии, на переднем Востоке то же самое, разгар террористической войны, вот, и это очень, конечно, печально. Вот, почему я вот в этом году решил издать все книги по ханствам, я вам сейчас скажу. Значит, у меня, вот, вы знаете, вот, есть книга «Касимовское ханство», сейчас выйдет книга «Крымское ханство», «Казанское ханство», «Нагайская рода», «Казахское ханство» и «Астраханское ханство». Показать толерантность, потому что, когда вот беседуешь с Духовным управлением мусульманной России, там понимают, как сейчас стало тяжело, вот, объяснять молодому поколению, который, допустим, поехали они, допустим, в тот же Каир учиться, и через год он уже имеет другой менталитет, такого переработали так. Вот, надо показать, что всегда мусульмане и православные жили в мире, всегда вот были такие государства, где все уживались, что не надо воевать, вот поэтому, в этом году я постараюсь все книги издать, и как бы показатель того, как толерантно жили народы, вот показываю, значит, этот торговый центр Лусаджучи, город Хажи-Тархан, стеклянная икона Богоматерь, значит, Богоматерь с младенцем, вот, и это Георгий Победоносец с восточным лицом, это иконы 13 века, сделаны в Лусаджучи в городе Хажи-Тархан. Вот надо так вот и жить, поэтому вот я постараюсь в этом году все книги по ханскому узнать, издать точнее, и в каждой книге как раз будет написано о достижениях именно татарского народа, потому что в той же, допустим, Астрахани водопровод был у нас в 13 веке, ну, вы знаете, он везде такой сборный как раз керамический, а в той Астрахани, которую построили русские, он появился только в 1897 году, ну, как же так, понимаете? Поэтому хочется показать историю народов именно в дружбе, а тему войны, ее надо тоже показывать, потому что очень много фальсификаций. Я вот все дни и завтра буду опять работать в Центральном музее Великой Отечественной войны. И ко мне вот на той неделе, вот я на 4 дня уезжал в Белоруссию, там надо было делать презентацию, потому что люди очень благодарные там. Вот, значит, подошли ко мне наши бывшие соотечественники, которые живут сейчас в Германии, в Израиле, в Словакии. Вот я говорю, Александр Александрович, напишите нам книгу на английском языке «Однотомник. Великая Отечественная война». Я говорю, а почему? Потому что наши дети уже не знают русского языка. Представляете, это уже совсем кошмарно. Дети, по идее, должны в семье говорить на русском языке. Это наши выпускники, родителям 40-45 лет дети уже не знают языка. Я говорю, хорошо, на будущий год я вам сделаю «Однотомник. Великая Отечественная война на английском языке». Я говорю, потому что там надо показать, чтобы те же, допустим, дети, которые живут в Америке, знали, как, или в Италии, знали, как на самом деле освобожили Италию. Убы, как в том было на презентации этой книги, помнят, да, как Италию освобожили с помощью Коза Ностра. Ну вот коротко так, сейчас у нас будет концерт, мы… – Спасибо за интересный рассказ. – Так, сейчас для нас выступит пауряд всероссийских конкурсов руководителя ансамбля Ле 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 Хайтовлевна. – Пауко. – И мы саджарели на стихе музыкал Хабибуллина со мной. Это «носталье» называется. подойдите подойдите давайте а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.